Против еретиков, видя вас в лике торжествующих певцов, добродетели и воинов ее, я предлагаю вам в одно время, как торжествующим певцам, сладкогласия нравственного учения, в другое время звучу вам, как воинам, наподобие трубы, суровыми речами догматического учения. Образ благочестия слагается из того и другого, причем нравственность представляет собой как бы тело, а соединенное с нею познание догматов занимает положение благоустроенной души. Подобно тому, как в теле, когда оно разъединено с душой, состав членов бесполезен, хотя его и хвалят. Так точна и красота нравственности мертва, пока не одушевляется силой догматов. Что пользуется в ламудренном образе жизни, когда целомудрствующий не знает хорошо судьи целомудрия? Какая прибыль от милостыни, когда судья милостыни негодует, как отвергаемый? Какая выгода воинов в том, что они делают много доблестного, когда они враги царю? Все стяжание добродетеля остается бесполезно, если в корне своем не имеет правых догматов. Плоды добродетели должны происходить от корня и нервы их отправляться из головы. Держась этой головы и составляясь в ней члены добрых дел, мы совершаем все тело благочестия, объемляя голову тела Христа. Потому что тот есть, говорится, глава телу церкви. А это и головы не удостоились иметь теоретики. Подобают поэтому молиться, чтобы называющиеся христианами не поступали так безумно против Христа. Нам же теперь нужно и благодарить их за безумие, так как своим бешенством они заставляют нас пробудиться, побуждают нас к желанной битве. Люблю я битву, которая лучше мира. Люблю войну, которая блаженнее любви. Люблю состязаться с учением, которое, будучи обращено к еленам, заслуживает уважения, потому что защищает Христа. А будучи обращено к нам, вызывает опровержение, так как мы мыслим выше о Христе. Таково было учение Ария, когда он обращался с речью к еленам, что говорил почтительно о Христе. И когда же рассуждал с нами, то говорил против Христа. Таков был Евномий, когда он порицал язычество, то выставлял на позор о боготворении природы. А так, когда говорил с нами, то утверждал такое боготворение. Так как говорит, что Бог – слово, созданный Бог, значит признавать вид благотворения – поклонение твари. Что ты делаешь, слепотствующий еретик? Ты вводишь Христа, созидающего то, что он разрушил. Думаешь, что уничтожил боготворение и поклонение твари, а на самом деле наслаждаешь его еще более. Не унижай высоты и чистоты христианства. Не делай его сродным язычеству, потому что почитание твари будет ли большим или меньшим почитаемое творение родственное почитание языческому. Вот почему Павел порицает еленов не за то, что они мало почитали создателя, а за то, что они вообще служили тварью вместо Творца. В малом ли или во многом великом служить тварь – это все равно. Лучше же сказать, еретик погрешает против божественного естества больше даже еленов. Не так оскорбляет божество тот, кто называет тварь Богом, как тот, кто именует Бога тварью. Первый боготворя тварь облекает раба в царскую порфиру, второй же представляет Бога тварью и изводит божество до положения частного лица. Язычник, который подозревает в тваре божество, всячески чтит его. Между тем, Марий не чтит его, потому что не выносит именование его Богом. Он не порицает почитание и поклонение Христу, но скорбит, когда его почитают в высшем, высшими почестями. Если кто-нибудь назовет его несозданным, Марьянин тотчас гневается. Если назовут неподвластным – сердится. Если назовутся участником отеческого достоинства, выходит из себя. Как будто получив еще большую рану, если и назовут самовластным подателем даров и против этого скрижащих зубами. По имени они христиане, но по мыслям же ненавистники Христа. Смотри, Арий, какую власть отвергаешь ты? Слушай, как он владычественно различным образом повелевает то одному, то другому. Дам тебе, говорит, ключи Царства Небесного. Или ты будешь со мною в раю, или оставь собирание подати и следуй за мною. Не бойся, но говори, потому что я с тобою. Тебе, говорю, прокаженный, очистись. Иди и умойся в купели Силамской и прозри. Отпускаются тебя расслабленные грехи твои. Море! Замолкни, перестань. Идите за мной, и я сделаю вас лавстами человеков. Разрусьте храм, сей я в среднем воздвигну его. Научите все народы, и сей я с вами во все дни до скончания века. Не сказал он таким образом. Тебе даст ключи Царства Небесного, Отец. Тебя введет в рай, Отец. Прокаженный, волею Отца очистись. Ты по велениям Отца прикажи морю, умолкни, перестань. Вы идите за мною, и Отец сделает вас лавстами человеков. Но изрекает все это собственную властью. Если же иногда он говорит с меньшей властью, как, например, отче. Благодарю тебя, что услышал меня. То указывает и причину долгого смирения такого. Говоря, ради народа, стоящего вокруг, чтобы имели веру, как ты меня послал. И среди окружавших его многие венчали его самыми возвышенными словами хвалы. Так приступал к нему с просьбой о слуге своим сотник, и насколько только мог, превозносил его похвалами. Господи, говорит он, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. Но только скажи, слово исцелеет отрок мой. И с похвалой, получив просимый дар, истинно говорю вам, сказал Христос. И в Израиле я не нашел такой веры. Но иди, как ты веровал, будет тебе. Равным образом кровоточивая жена, воздавшая честь и славу хитону Господа, не говори уже о божестве, с похвалами получила дар. И разбойнику достоин был рай за то, что назвала распятого царем. Сравнительно с этими веровавшими, от нас, конечно, требуется тем более веры владыки Христу, чем более получили мы ведение о нем. Но пусть будет аре хотя бы подобное тогдашнему. Ты не хочешь, чтобы я мыслил что-либо высокое более о Христе, чем позволяет вышесказанное. Желание, конечно, худое, но пусть остановится оно, по крайней мере, здесь. Зачем же ты влагаешь в уста призывающих его более низкие речи? В их словах я имею примеры для молитвы. Не говорю Христу, Господи, вспомни о мне служении Твоем, но возглашая слова, ради которых услышан был разбойник Господи, помяни меня в царстве Твоем. Не говори Богу слову, Господи, распорядитель даров Отца, потому что сотник не дозволяет мне это, вызывая Господа, только скажи слово, и исцелеет отрок. Не говорю ему, Господи, если попросишь у Отца, то спасен буду. Я не приношу Божеству слов, выражающих меньшую веру, чем имела кровоточивая женщина. Арий, называю сына так, что он радуется моему названию. Приступаю к нему с такими словами, с какими приходили получившие просимые от него. Если же разбойник, женщина и верный воин кажутся тебе недостойными принятия, как учители веры, то устудись по крайней мере лика апостолов, призывающих Христа всякий раз, когда настояла нужда в сверхъестественных дарах. Что говорит Петр, исцеляя расслабленного? Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, равно как совершая другое исцеление, говорит, нет ни в каком другом имени спасения. Что сказала она, не исцеляя Павла? Брат Савву, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. О чьей силе для себя молился Павел? Сладко говорит, для меня лучше хвалиться немощами моими, чтобы обитала сила Христова. Кого просили Яков с Иоанном о наказании самарикян? Господи, говорит она, они, если хочешь, то скажи, чтобы мы снизвили огонь с неба и истребили их. Алик ангелов, кто возвестил о нем людям, что? Тот, спасет людей своих от грехов их. Это было, однако, ниже его достоинства, потому что этим не гимн, восхваляющий сына, соответственно, его величию. И сколько бы ты не простирал свои похвалы, сколько бы славы не воздавал ему словами, ты, в конце концов, вместе с Давидом смиренно воскликнешь, что воздам Господу за все, что он сделал для меня. Если же Арии наименование несознанное превышает достоинство сына, то измени, пожалуй, слова Давида и взывай, Господь, если назову тебя несознанным, чем воздашь ты мне, почтившему тебя больше чести, чем подобает. Но против таковых возвызет свой голос Иоанн и скажет безумные и слепые.